Что же мы получим с вами в результате? Что же мы получим с вами в результате? И как мы можем теперь лучше понять термин «совершенство»? Давайте посмотрим, что на этот счёт нам скажут великие. Совершенное произведение – это такое, в котором нет никакого недостатка и никакого избытка. Не прибавить, не убавить. Этим критерием изменялась гармоничность произведения искусства как в античности, так и в последующие времена во всех классических стилях. Самое интересное, девчонки, что это определение будет нам полезно, когда мы будем заниматься композицией образа. Потому что даже там все эти принципы работают. Есть ощущение излишества, есть ощущение недостатка. И иногда в образе мы это отчётливо видим как недостающий аксессуар или наоборот аксессуар, который предложен избыточно. Кто встречался с этим ощущением в своей практике, помашите, пожалуйста, напишите в комментарии. Я хочу тоже от вас услышать. Неясность, несоразмерность, нагромождение деталей, дикой экспрессии, необузданная фантазия, хаос и разобщенность – признаки, выводящие произведения искусства за грань классического и гармоничного. И то же самое можно сказать об образе. Если мы работаем с созданием гармонии, то именно нарушение вот этих принципов гармонии делают образ уже выходящим за грань гармоничного. Совершенство. Теперь попробуем немножко о практике, да, как его добиться. Если выполнить все девять предыдущих требований, предъявляемых гармоничной композицией, или хотя бы четыре-пять из них, то вполне возможно достичь совершенства. То есть ощущение законченности, полноты, когда нет желания что-либо прибавить или отнять. То есть заканчиваем мы с вами практической рецептурой, которая нам говорит, что нам нужно стремиться к использованию вот этих признаков и принципов гармонии для реализации совершенства в образе.